друзья всех приветствую на торговой сессии вторника мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал маркет составляйте ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки ну что ж неделя продолжает развиваться и мы ждем ключевые фундаментальные события которые точно очень сильно раскачают движение на финансовых рынках и отправят показатели волатильности к новым многомесячным максимум прежде всего ждем заседания фрс друзья двухдневное заседание стартует на традиционный в авторник сегодня итоги будут подведены вечером в среду если мы сейчас моменте посмотрим на индекс доллара индекс доллара как раз снижается 93 85 мы видим в моменте я как и ранее сторонник идеи того что все что мог выжать и доллар перед этим событием он наверное уже показал это то бычая ралли под закрытие прошлой недели когда индекс американского доллара прорвался выше 94 пунктов но сейчас снижается возможно сработала рыночная тактика и стратегия покупать на ожиданиях продавать на факт сейчас уже все смирились с тем что американский регулятор с вероятностью 99 9 процентов анонсирует в ноябре то есть сейчас на предстоящем заседании начало сокращение программа количественного смягчения ранее мы уже разбирали что это может быть за дорожная карта изменений общий объем программ 120 миллиардов долларов в месяц и будут ее постепенно снижать на 15 миллиардов ежемесячно до середины следующего года чтобы потом подготовить условия для роста процентных ставка причем такой сценарий я его можно найти везде сейчас в каждом источнике информации который посвящен непосредственно перспективам американской монетарной политики каждый чиновник фрс уже об этом говорил эксперты аналитики тоже придерживаются именно такого изменения основной программы количественного смягчения поэтому можно сказать то что это уже избитый факт разумеется в момент заседания американского регулятора основной фокус будет смещен на перспективу американской экономики с учетом пересмотра прогнозов по инфляции и на ожидание американского регулятора касательно изменений процентной ставки вот эта тема станет основной для нас трейдеров и инвесторов а на ближайшие месяцы поскольку именно обсуждение а того когда же фрс созреет к решению по росту процентных ставок будет влиять дальше на курс американского доллара я пока друзья придерживаясь прежней тактики и считаю что ноябрь и декабрь это еще период уж точно не роста курса американского доллара тем более что на впереди non farm pearls в эту пятницу который как вы помните исходя опять же из моей субъективной оценки должен разочаровать и на фоне третьего подряд провального релиза по non farm pearls мне кажется уже точно ответов точнее вопросов не останется относительно того что сектор буксует и это будет якорем для всей американской экономики на ближайшие кварталы не дай бог конечно же еще ситуации с к видом может ухудшиться в активный зимний сезон и тогда уж точно перспективу повышения процентной ставки а станет автоматически разговором только лишь в лучшем случае 2023 года ставка в шорт по индексу доллара актуально будет и дальше каждый день разумеется у меня есть возможность актуализировать свою точку зрения относительно перспектив доллара собственно этим я и буду заниматься поскольку в моменте мы наблюдаем не только за снижением курса американского доллара но и постепенным сползанием вниз доходности американских трежерис не удивительно что золото снова пользуется спросом во время вчерашнего вебинара в качестве цели по золоту на эту неделю я поставил ориентир 1815 1825 и думаю что вот эти получается если сейчас золото котируется на отметке 1793 эти ожидания роста до 1825 могут потенциально дать возможность заработать больше 30 долларов друзья это много особенно если то что это такой же актив который предоставляет возможность работать и с плечами по поводу других инструментов рынок нефти 8466 здесь у меня для вас большая но друзья по данным рейтерс страны опек не путайте с опек плюс это не все участники энергетического пакта а просто страны опек в прошлом месяце снова не выполнили обязательства и условия ранее достигнутого соглашения по именно росту нефтедобычи фактически объем нефтепроизводства в странах опек вырос всего лишь на 190 тысяч в то время как в соответствии с условиями сделки должен был быть увеличен почти на 260 тысяч и то есть у нас второй месяц подряд когда страны опек не выполняют условия сделки ранее процента выполнения соглашения по на росту добычи был 114 процентов это в позапрошлом месяце сейчас 118 процентов а то есть на самом деле страны опек я думаю что можем скажем сказать здесь уже в целом страны опек добывают нефти меньше чем должны были и вот эти 400 тысяч которые мы ждали ежемесячно до конца этого года это уровень который остается недостижимым не забывайте друзья то что даже 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячной добычи по росту было недостаточно исходя из предварительного анализа спроса и предложения с учетом того что мировая экономика постепенно отходит от последствий ковида но мы видим что реальный показатель даже ниже напоминаю что на этой неделе состоится заседание опека по итогам которого страны ближневосточного картеля вряд ли согласуют дополнительные роста нефти добычи и я в связи с этим жду продолжение бычево ралли по котировкам бренды и wti и как и многие оптимисты рассчитывают что бренд ликос может добраться до 90 долларов за баррель американский фондовый рынок можем также продолжать констатировать что индекс топчется на исторических максимумах в пятницу 59 раз был обновлен хай вчерашний день не стал исключением 60 раз и вот эта тенденция восходящая будет продолжена потому что участники рынка находится в эйфории от сезона квартальных отчетов еще почти полтора недели отчетности есть и крупные компании которые могут еще больше улучшить рыночные настроения но самое главное что костяк уже отчитался и никакого негатива нет львиная часть больше 82 процентов компаний результаты превзошли ожидания экспертов и этого достаточно инвесторам которые сейчас готовы игнорировать весь шум новостной негативный который есть на зарубежных рынках непосредственно во внутренне американской экономике если касается корпоративного сектора и готовых дальше тащить индексы к новым и новым максимум цель 4 700 все еще актуальны друзья посмотрите инвесторов не пугают даже перспективу ужесточения монетарной политики если так то нас такая перспектива точно не должна пугать фунт против доллара 136 56 лонг ставка актуальна вчерашний отчет по индексу производственного сектора 57 8 57 7 хорошая статистика и важно что это еще один мощный релиз перед заседанием банка англии в четверг ожидания по росту ставки точно такие же как были и раньше ну наверное после отчета по производственному сектору вероятность того что банк англии может начать действовать и даже еще больше возросла теперь нужно дождаться фактического решения и того чтобы она привела к креплению курса британской валюты доллар канадец 1 2383 ждем 1 23 ниже также без изменений все рассчитываем на то что канадцу поможет рынок нефти а в сочи ведь нефти может начать черпать силы именно в предстоящем на решение по факту заседания опек и еще один актив австралийц против доллара 074 85 в моменте то есть общимся также в районе 075 я сохраняю лонговую ставку даже несмотря на то что сегодня резервный банк австралии оставил ставку на прежнем уровне не стал корректировать по налоге с банком канады программу количественного смягчения она сейчас составляет 4 миллиарда австралийских долларов в неделю но самое главное руководитель резервного банка австралии филипп лоу отметил что перспектива повышения процентной ставки приблизилась и вместо ожидавшегося ранее 2024 года вот этих потенциальных действий ставка может быть повышена это согласно комментариям лоу либо в конце 22 года либо начале 23 года то есть мы видим что резервный банк австралии переходит более проактивным действием потому что того требует ситуация с ростом инфляции напоминаю что исходя из отчета в прошлой неделе базовое значение инфляции на которой опирается решение резервного банка австралии по процентной ставки составила 2 и 1 процента выше того целевого значения который ранее был определен резервным банком австралии и с учетом устойчивости тенденции роста инфляции того что это ралли по данному индикатору продолжится я полагаю что все-таки мы дождемся более раннего повышения ставки и от резервного банка австралии а поэтому цель 077 также актуальна на этом собственно все большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии всем пока